Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вас приветствую, в первую очередь, тех подписчиков, немногочисленных, которые подписались на мой канал осознанно, имея какую-то мотивацию к этому. Сегодняшняя тема такая непростая, но тем не менее, она с другой стороны очень простая, потому что много источников разных информационных, литературных, творческих и так далее, которые эту тему поднимают, неоднократно ее развивают в том или ином ключе. Поэтому я буду говорить очень целенаправленно, в определенном русле, не буду затрагивать общеизвестные компоненты счастья, которые вы прекрасно знаете, это благополучие в семье, личное здоровье, профессиональная деятельность, успех в профессии, творческий успех и так далее, удовлетворение теми или иными параметрами жизни, деятельности человека в обществе. Ну, сейчас я вам покажу такую интересную вещь. Вот на этом листе я попытаюсь вам нарисовать и, как бы, надеюсь, вам это будет понятно, этот маленький мой рисуночек, потому что я небольшой мастак в рисовании, как вы, если вы заметили, что я рисую, как схематично, не использую никакую там программу. Рисую, как бы, от себя. Так вот, у нас такая есть такая проблемка, существует небольшая, относительно нашей собственной жизни и нашего отношения к счастью, к самому, да? То есть это счастье такое виртуальное понятие, согласитесь, да? И у каждого человека это понятие такое формируется по-своему, то есть каждый человек счастлив по-своему. Но с другой стороны, у каждого человека у нас совершенно объективные сознательные условия существуют, которые он не может игнорировать, как условия достижения счастья. Значит, что мы сейчас нарисуем? Мы нарисуем те предыдущие линии, которые я рисовал в других видео, потому что это, как бы, общая такая концепция, которую я раскладываю вам перед вами и показываю в разных ипостасях, да? В разных наполнениях. Так вот, мы в чем имеем линию плоского мира, о котором я говорил, плоского линейного мышления, когда мы опасаемся умирания, ждем конца своей жизни, от начала жизни и до окончания жизни у нас мышление с этим линейное. Потому что мы мыслим линейно, потому что мы боимся умереть, или мы ожидаем умирания, и мы видим, что все люди умирают. Вот эта проблема существует, то есть мы не верим, мы не верим, что мы воскреснем. Соответственно, религиозные люди имеют такую веру, что они могут воскреснуть в будущем, благодаря их каким-то соблюдениям норм определенных. И у них, возможно, такого мышления нет, но у большинства людей вот такое мышление линейное. Так вот, это линейное мышление, оно создает нам определенную проблему. Вот проблема какая? Проблема нашего отношения к прошлому и будущему. То есть, прошлое и будущее вот в этой линии нет. Здесь только есть наше мышление. Мышление думает каждый момент, думаем вот так. В то же время, в этом моменте существует вот такая линия, да? Линия, которая указывает нам куда? Одна часть нам указывает во времени, в будущее, другая часть указывает нам в прошлое. Так вот, таким образом, мы относимся к своему собственному счастью. И к своему собственной жизни, как таковой. То есть, когда мы говорим о будущем, о будущее счастье, мы думаем вот так, туда думаем, куда-то вверх. Мы думаем о том, что где-то в будущем находится счастье, находится наша мечта. Вот так, скажем так. Вот мечта находится там. Мечта находится там. А внизу, как бы мы думаем, внизу находятся как-то, да, счастливые моменты. Счастливые моменты, которые связаны с тем или иным опытом. Моменты счастья, которые были внизу. И мы эти моменты определяем как часть нашего благоприятного, хорошего опыта. И мы это счастье впрошу. Мы его подразделяем. Это было хорошо, здесь был счастливый момент, там было плохо. И мы это не будем вспоминать. Мы будем вспоминать только хорошие моменты. И вот такое разное направление. И вот это разное направление. Мы-то находимся вот здесь, мы движемся вот так. То есть нам никуда не деться от этой линии, которая нас пугает мышление наше. Что здесь происходит в этом, когда в разные стороны мы думаем о прошлом и о будущем в разные глубины. Это вверх уходит, вниз. Здесь мы затягиваем определенный узелок. Мы его тянем, тянем себя на шее, как говорится. Вот здесь тянем, здесь мы создаем себе проблемы. Потому что мы думаем о будущем, как там будет хорошо. И думаем, что в прошлом тоже было хорошо, но не все было хорошо. Мы стараемся даже не углубляться далеко в прошлое. Вот наш визу счастливый момент. И мы о нем и думаем. Вот об этом, или еще о ком-то моменте. Но далеко мы не стараемся не заглядывать, не вспоминать. Потому что каждое более глубокое опускание в свое прошлое, мы натыкаемся на какие-то проблемы, на несчастливые моменты. И мы не хотим их проходить. И мы останавливаемся, где-то вот здесь останавливаемся. На последнем счастливом моменте, как говорится. А здесь наша мечта находится. Она достаточно далеко находится, какая-то мечта. Мечта о каком-то счастье, о любви, об успехе, еще о каком-то, еще о каком-то и так далее. То есть она может быть даже длинная. Даже может быть многорядный такой. Вот она длинная такая мечта. Там где-то высоко она, да? И здесь затягивается узелок. Как этот узелок мы развязываем? Что мы делаем с этим порядком мышления такого? Как мы пытаемся избежать этих проблем? Очень просто. Мы делаем исчисление во времени. То есть вот эти две стрелочки сразу дают вам образ часов. Стрелки, часовые стрелки. Одна стрелочка большая стрелочка. Другая маленькая стрелочка. Вот она маленькая стрелочка часовая. Вот она большая часовая, минутная стрелка. Минутная стрелка это ваше будущее. Ваша мечта. Ваша мечта о лучшей жизни, о счастье, о будущем. И эта стрелка как у нас двигается? она двигается быстро, минутная стрелка, потому что мы торопим будущее, чтобы наступило быстрее, соответственно она быстрее двигается, а часовая стрелочка, о которой мы стараемся даже не вспоминать о счастливых моментах в прошлом, она двигается медленнее и соответственно существуют определенные физические законы соотношения этих двух движений этих стрелок, и нам, что делается по этому, мы вот этот узелочек можем двигать, двигать и у нас движемся во времени, поэтому наше счастье такое временное состояние, то есть когда эти две стрелочки, что делают, совпадают на 12 часах, то мы можем какое-то дать и счастье в этот момент, в 12 часов дня или в 12 часов ночи, этот интересный момент вы, надеюсь, поняли, что мы сами себя даем и в результате чего мы создаем время, чтобы это время маленько растянуть этот узелок во времени и пройти по жизни более-менее с меньшими страданиями и с некоторыми счастливыми моментами в 12 часовом, как говорится, совпадении двух моментов счастливых с прошлого и с будущего, да, это мы называем моменты счастья какого-то. Мы фиксируем, математически фиксируем, то есть мы записываем в датах, то есть мы пишем такого-то числа, такого-то года, в такой день я был счастлив, потому что у меня родились дети или я там вышел замуж, в этот день и какие-то счастливые моменты мы их математически записываем и так далее то есть это как бы цифровой мир такой у нас существует но я хочу вам показать о чем рассказать что вот здесь противоречия существуют в результате чего мы так и страдаем достаточно серьезно отсутствие такого как бы счастья наполненного мира то есть мы это счастье как бы расписываем во времени фактически мы его не ощущаем вообще это счастье свое счастье бытия ну я так бы как бы немножко ушел тема счастья то есть вот здесь дальше мне хотелось показать другую схемку вот эту я нарисовал вам теперь мы то же самое нарисую то есть другую скажем фломастер мне надо было красный взять сейчас извиняюсь сильно итак мы сейчас нарисовали с вами вот такую еще раз рисуем альтернативную как бы понимание теперь ранее я говорил что у человека возможно быть многомерное мышление если он способен соединить время и пространство в общее состояние тогда у него получается многомерное мышление отсутствие страха то есть он принимает страх так вот здесь в чем может быть интересная вещь когда вы перестаете заниматься вот этой ерундой говорить что вы были счастливы до этого момента а дальше вы были несчастливы вы это вспоминаете вы не можете дальше увидеть счастливы моменты вы и я тоже самое вместо того чтобы туда вот это все создавать туда двигаться вниз как будто бы там были счастливы моменты а потом были несчастные я дальше не могу пройти к счастливым моментам что это делаю лучше как сделать лучше принять то все обратную сторону обратную сторону чтобы все моменты все моменты жизни все и счастливы и несчастливы двигались вам вам вы приняли их это важный момент потому что врезать чего у вас опыт вас опыт весь опыт и негативный и позитивный он трансформируется он становится вашим источником вашей энергии он становится вашим плюсом это все положительное если в какой критерий если вы дожили до сегодняшнего момента сколько вам лет там 35 лет 45 лет 25 лет неважно если вы дожили до этого момента значит ваш предыдущий опыт ваша жизнь предыдущая это все было сделано правильно не было в этой жизни ничего такого чего вы умерли значит вы дожили все правильно это все правильно это все надо принять и рассматривать как позитивный позитивно к этому относиться это будет положительный опыт все все что было негативного в чувствах в эмоциях переживаниях потерях приобретениях и то что было там позитивно Ваши счастливые моменты, встречи, какие-то позитивные события и тому подобное. Все принимается как за плюс. Потому что критерий, главный который, что вы до этого момента дожили. Вы сейчас живы. Все, значит, это все плюс. Понимаете? Теперь, если вы здесь дожили, в чем у вас проблема возникает? Вы же мечтаете еще о каком-то счастье. О лучшей жизни, которая наполнит вас, о чем вы мечтаете туда пройти. И вы, когда такое ощущение появляется, вы вот этот момент можете ошибочно отправить сюда. Отправить сюда. Это не надо делать. Ни в коем случае. Поэтому учат многие школы учителя, которые учат, что в настоящий момент перевести ваш прошлый опыт, весь перевести. И тогда вы себя осознаете полноценным человеком, увидите свои качества. Да, но двигать его будущее, на этом основываться не совсем правильно. Потому что в будущем совсем другие функции. В функции нельзя эксплуатировать жизнь. Нельзя кушать пирог постоянно. И думать, что ты не лопнешь от этого. Это отход от мысли. Но мы теперь о прошлом думать, мы поняли как, да? Теперь мы будем думать о будущем. Как думать будем о нашей мечте? Это как мы будем думать? Мы будем думать точно так же. Вот так будем о ней думать. Мы не думать не будем о том, что ваше, мое, будущее находится в хорошем времени в каком-то. А сейчас оно не совсем хорошее, не совсем удачное. Мы будем думать, что вот это находится уже в настоящем. Уже здесь он находится. Здесь я же живой. Я же живой. Я же шевелюсь. Я здесь нахожусь. Здесь. То есть благодаря этим двум вещам критерий один. Я жив. Я здесь нахожусь. То есть я нахожусь одновременно и в будущем. Благодаря прошлому. Понимаете? Я же здесь уже нахожусь. Надо думать о том, что ваше счастье движется сюда. Сюда она идет. Ваша мечта сюда идет. Она идет к вам. Не вы туда поднимаетесь к ней. К мечте какой-то, к вашему. Во времени. Измерение времени. С помощью этих стрелочек, механизмов. Законов этих физических. А наоборот. Оно к вам движется. Оно к вам движется. Потому что вы-то здесь. Ему, будущему, интересно. Почему вы здесь. Как вы тут оказались. Понимаете? Ему интересно. Ваше существование интересно. Почему вы здесь оказались. Благодаря какому опыту вы здесь оказались Ваше существование Интересно будущему Вы для будущего являетесь Таким состоянием счастья Реализация такой Поэтому вот сюда отправляется будущее Тоже к вам идет Это важно в этот момент В каждый момент вы можете Отслеживать Делать такой критерий Где мое будущее, где мое прошлое Мое прошлое все здесь Я его все принимаю Мое будущее, соответственно, сюда же направляется В настоящее Потому что ему интересен я здесь, какой я есть А не на какой я там буду Неизвестность нас пугает Нам не надо страх Сюда притаскивать Нам нужно Это все объединить Так вот, когда это образуется Что у нас здесь получается Если здесь ничего нет Здесь ничего нет, мы здесь отрицаем Здесь будет минус Здесь будет плюс Между плюсом и минусом Могут образоваться Определенные Определенные Физические И электротехнические Электрофизические Технического термина Процессы Вплоть до Электромагнитных процессов Когда Разница потенциалов Образуется Вот здесь же мы находимся Мы Мы являемся таким Разницей потенциалов Принимаем плюс и минус И у нас происходит Электрохимический процесс Вот это Движение энергии Которую мы не совсем видим Энергия Прошла Энергия будущего То есть отсюда у нас идет Энергия Опыт наш Мы принимаем Движется он И он хочет пройти Через нас Мы же здесь находимся Вот здесь Теперь Я вам Нарисую Вот это Что это такое Вот это Что это такое Вот он Товарищ С ногами И с руками То есть Вот он я Вот он вы Ваши руки Ваши ноги Вот они Ваши руки И ваши ноги Понятно? Ваше тело Является Этим центром Этого мира Да? Вот Ваши ручки Ваши ножки Соответственно Вы Что делаете Ручками И ножками В нашей жизни Шевелитесь Если вы ими не шевелитесь Вы Умираете У вас узелок Вот такой затягивает Ручками Ножками Да? А вам надо двигать Ручками Ножками Чтобы Энергия Через вас Соответственно Притрансформировалась В какую-то Область В разных учениях Существует Такая тема Многих Стил Астральные Эфирные И так далее Тел Ну человеческое Имейте ввиду Вот здесь Ну как бы Мы скажем Что да Нормально Пусть они там Существуют И тела Нам не соль Това же Как не называется Главный принцип Сам понять Принцип Реализования Человеческого счастья Как повседневное состояние То есть вы Повседневное состояние Стануете счастливым Человеком Благодаря тому Что Вот здесь Образуется Тело мира Буквально Ну можно вот так Нарисовать Вот так Круглёчок Видите Круглёчок Тело мира Вот оно Тело мира Вы Я Тело мира Внутри меня Мир находится А я Своей Бестолковой Головой Думаю О каком-то Будущем Счастливым И ругаю Своё прошлое Какого-то Было Неудачное Удачное Какие-то моменты Говорю А мог бы я прожить По-другому Нет Я бы дожил До этого момента Значит Я Всё нормально Прожил Я правильно Всё сделал И весь Мой предыдущий Опыт Он Весь Положительный Он имеет Энергетический Потенциал Плюс Положительный Вот Вот это Наша задача Теперь Оберегаем Этот мир Оберегаем Тут Образуется Некоторое Электромагнитное Поле Оно Вокруг У нас Оходит С каждого Человека Поле Электромагнитное Так вот Внутри Находится Это Поле Пустое Пространство Которое Мы называем Пространством В принципе И Временем То есть Пространством Временем Временным Пространством Не важно Игра Слов Главное Это Единое Состояние Которое Можно сказать Пятое Измерение Четвертое Измерение И так далее В этом Измерении Вот Внутри Вас Внутри Меня Образуется Наше Счастье Вы Становитесь Источником Счастья Для Этого Мира Вот Я думаю На этом Я пока Закончу А в Следующем Ролике Продолжу Рисовать Картинки Потому Что Здесь Конечно Я Только Начал Рисовать Картинки И Хотел Показать Вам Что Там Дальше Вырастет Вот С этого Товарища С этого Человечка Виртуально Он Пока Еще Не Совсем Счастлив Он Страшненький Я Хотел Сделать Позитивным Креативным Интересом Человечка Для Вас И Показать Как Креативный Человечек Будет Работать На Наше Счастье Вот Таким Образом С вами Был Виталий Ерофеев На канале Часознания Сегодня Начал Тему Счастье С которым Мы Не Знакомы И Мне Хотелось Вас Познакомить С этим Счастьем С состоянием Счастья И Я Благодарю Вас За Внимание И Прошу Смотреть Мои Видео Следующее По Этой Теме А тема Будет Большая Она Такая В общем Интересная Пока